Людек Витгенштейн говорил, что границы моего языка определяют границы моего мира. Ну, в каком-то смысле это действительно так. Надо только понимать, что под языком скрывается огромная масса тех психических процессов, которые, собственно, нас образуют. И эта огромная масса психических процессов диктует то, как мы пользуемся языком. Поэтому, когда философы рассуждают о дискурсе, о том, как мы структурируем некое информационное поле, связанное с теми или иными явлениями, они должны думать не только про саму языковую структуру, они должны думать про то, что лежит в основе, под этим телом языковым. Ну, вот простой пример. Мишель Фуко, один из самых таких блистательных философов XX века, разрабатывал, не закончил, правда, умер, не успел все сделать. При этом он сначала сделал одну часть, потом отказался сделать. Ну, в общем, у него был большой план, он не состоялся. Но главное, что он разрабатывал теорию сексуальности, не теорию, а дискурс сексуальности. Что такое это вообще, да, как она живет в человеческом бытии. И показал, что вообще термин возник в XIX веке, что до этого дискурс был другим, и он касался даже других аспектов жизни человека, вовсе не только сексуальной потребности. А вот в XIX веке, в рамках дисциплинарного общества, которое тогда формировалось, в викторианской эпохе в каком-то смысле, в каком-то смысле эпохи этого такого лишенного сексуальности, армантизма, такого всего этого импира, такого воздушного, как бы сказать, все стало ненастоящим, а сексуальность была привязана к патологии. И дальше сексуальность стали все дико всячески изучать. Значит, Крафт Эббинг написал половую психопатию, где ввел понятия. Они существовали, как вы понимаете, не всегда. Садизма, мазохизма, ваеризма, эхбицианизма и так далее. Сад и мазох попали, так сказать, под раздачу благодаря своим художественным произведениям и так далее. И дальше началось нормирование. После того, как вы что-то назвали, оно уже начинает существовать в границах вашего мира, вы начинаете его, как бы сказать, разъятие осуществлять, изучать, мерить, с линейками ходить. Я не иронизирую, там реально пошли в ход линейки. Но это уже больше было в 20 веке. Графики Мастерса Джонс, Кинси со своими исследованиями и так далее. То есть появление слова обозначило некое пространство сексологии, сексопатологии и так далее. Всё это стало частью психиатрии в конечном счёте. Достаточно быстро, например, знаете, там... Значит, и вот это очень хорошо иллюстрирует, да, как мы создаём границы нашего мира, да. Нету слова... Там вот это вот, про девочку, которая всё крутилась перед зеркалом, три часа пыталась понять, почему этот... Извините, жопа есть, а слова нет. Вот, да. Ну и, соответственно, наша задача, она понять, как слова, которые стали для нас вот такими, как бы сказать, маркерами определённых сфер нашей жизни, деятельности и так далее, как они приводят к тому, что внутри, да, под языковой структурой дискурса начинают формироваться желания, влечения, какие-то ощущения, какой-то дефицит, какое-то напряжение там и так далее, которые заставляют потом эту почву ходить, да. То есть, когда мы, например, рассуждаем с точки зрения психоаналитического дискурса, да, он, по сути дела, уже является таким ответом на то, что происходило в XIX веке, когда сексуальность стала подавляться, когда она стала нормироваться, да, и огромное количество людей... Ну, это не ирония, это действительно книжки такие выходили без... Очень много, кстати, вся эта сексологическая литература, она вся чудовищно пугающая какая-то. Там отсохнут руки, высохнет позвоночник, там всё... Самые страшные кары, так сказать, ожидало людей, которые, значит, хотели что-то своей сексуальностью сделать. Вот. И Афрейдовский психоанализ, он как бы вывел это на поверхности, стал говорить про эти комплексы, что вот это приводит к таму 75-му и 10-му и так далее. То есть вот дискурс – это такая странная штука. Это вот как кол, который вбивается в человека, в человеческое, да, и вокруг которого начинают нарастать какие-то напластования, и начинается странное взаимодействие этих наросших, значит, когда у меня был случай, что мы были на учениях, и мы строили эти военные полевые госпиталя, но они там сделаны, я вам скажу, из материалов так себе, и, значит, мы эти какие-то палки металлические взбивали одну в другую, вот, и отлетел оттуда кусочек железа, попал мне в глаз, вот, и, да, ну, я что-то промол, ну, он поболел, поболел, перестал, вот, а потом через месяц или через сколько-то недель, и уже мы вернулись с учений, и с лекции я выхожу, вот, и мне так, товарищ говорит, а что у тебя с глазом? Я подхожу к зеркалу, бордовый весь целиком, вот, стружка туда упала металлическая и заржавела в глазу, вот, и ржавчина пошла по глазу, операции делали, что страшное дело, так вот, слово падает, как бы почву социальных отношений всех этих генераций и так далее, и начинает там ржаветь, образовывать вот эти вот какие-то слои, вот, и дальше мы все реагируем, мой организм среагировал на ржавчину воспалением глаза, вот, и вот так, собственно говоря, у нас с вами строится жизнь вокруг этих, как бы, попавших в нас культурой стружек, вот, вот, и если мы хотим понять, на самом деле, что такое мышление, значит, вот, как бы поток утверждений, знаний, практик вокруг тех или иных сущностей, вот, обозначенных как сексуальность, как идеология, как семья, как любовь, как дружба, как успех, как работа, вот, и так далее. Как только мы, вот, как бы, это поймем, как счастье, целый дискурс здесь счастья, я вам много про него могу рассказать, вот, значит, как только мы поймем, мы сможем, как бы, освободиться от этой зависимости, от этих, вот, как бы сказать, влияний на нас, вот, и задача, мне кажется, суперважная, вот, найти ключи к дискурсам, которые определяют нашу жизнь, и начать подкручивать наши дискурсы таким образом, чтобы мы, с одной стороны, обрели большую степень свободы, с другой стороны, могли мыслить те области, которые чрезвычайно для нас значимы по тем или иным причинам. Вот почему я посчитал, что отдельный курс должен быть посвящен именно дискурсам. Так, наверное, и будет называться дискурсы.